Первокурсник медуниверситета Захар Немчинов идет на пары к 11 утра, когда большинство студентов уже за партами. Он не опаздывает, а просто учится в экспериментальной группе, занятия которой всегда начинаются не раньше 10 утра. Очень даже удобно просыпаться как раз, если идти на пары, допустим, к 11, просыпаться за 2 часа или за час и все спокойно успевать и приходить. Перед началом учебного года первокурсникам проверили тестирование, выбрали так называемых сов. Людей с поздним суточным ритмом. Им раздали актиметры, гаджеты, похожие на фитнес-браслеты. Аппараты фиксируют множество данных. От изменения температуры тела до влияния разных типов освещения на каждый конкретный организм. Этот браслет мы носим в течение всех суток, то есть мы спим в нем, можем ходить в душ, он влагоустойчив. Ученые говорят, по биоритмам люди действительно делятся на жаворон, ковцов и голубей. Первым легче учиться и работать утром, вторые эффективны вечером, а третьи могут быть активными в течение всего дня. По общепринятому расписанию нелегко жить именно совом. Когда в 8 утра проходит зачет или коллоквиум, вот в этой аудитории, например, здесь мы идем занятия, то есть эти ребята еще просто не проснулись. И насколько уникально, что вот в этом году хотя бы две группы, но мы имеем такой шанс попробовать эти группы провести через умное расписание. Эксперимент только начался. Актиметры будут собирать информацию о самочувствии и здоровье студентов весь первый семестр. А после ученые сделают выводы и готовы будут ими поделиться. Марина Осколкова, Дмитрий Ельпин. Время Ямала. Тюмень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова